Пожалуйста, откройте свои Библии на 4-й книге Царств, 5-я глава. Если вы ребенок, то у меня есть интересная игра для вас. У вас есть ручки и листки бумаги с собой? Пожалуйста, пересчитайте, сколько раз я буду говорить слово сердце во время проповеди. А после проповеди подойдите и скажите мне, сколько раз. Я скажу, правы вы были или нет. В этом месяце исполнился год, как я начал вести молитвенный журнал. И это не потому, что мне захотелось. Я уже был двухлетним христианином на тот момент, и я вдруг понял то, что мои отношения подошли до тупикового состояния. Я находился в отчаянии. И я решил, что я начну делать что-то такое, чего я совсем не люблю делать, это писать от руки. Я слышал об одном евангелисте девятнадцатого века, Джорджа Мюллере. Он ввел молитвенный журнал и записал более пятидесяти тысяч отвеченных молитв в него. И я также слышал то, что если мы ведем журнал молитв своих, это помогает укрепить отношения с Иисусом Христом. И поэтому я решил каждое утро вставать и записывать свои молитвы на кухонном столе у себя. Я хотел знать, на сколько молитв ответит Иисус. И мне хотелось знать, как долго занимает ответ на молитву. И я решил ставить определенную отметинку рядом с теми молитвами, молитвами и просьбами, если они были отвечены. И несколько недель тому назад я проглядывал свой журнал молитвенный. И я был поражен, как много моих молитв было отвечено. Конфликт на работе был разрешен. Больной член церкви был исцелен. Искушение было побеждено. Но затем я заметил нечто очень удивительное. Но моя самая главная молитвная просьба не имела пометки рядом с собой. В конце каждой молитвы я всегда молился об одном и том же. Измени мое сердце, чтобы я стал подобен Тебе. Вы когда-то молились такой молитвой? И этот поиск чистого сердца, это самое серьезное мероприятие, которое когда-либо мы можем предпринять. Иисус Христос в Евангелии Матфея 5 главе 8 текста говорит о том, что нам нужно чистое сердце, чтобы мы смогли увидеть Бога. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Вы хотите узреть Бога? Да. Я ничего больше так не желаю, как встретить Его лицом к лицу. Но как же мы обретаем это чистое сердце? Я спросил одну знакомую в церкви нашей, что нужно сделать для того, чтобы иметь чистое сердце на этой неделе. И она порекомендовала его положить в стиральную машину. Она сказала, что это ее всегдашний совет, чтобы класть все в стиральную машину. Я думаю, что вообще-то она где-то была права. Потому что действительно, обретение чистого сердца действительно подразумевает воду. Итак, давайте рассмотрим с вами историю в 4 книге Царств, 5 главе. И там мы с вами увидим три шага по приобретению чистого сердца. Итак, начинаем с первого текста. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый. Потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. Нейман went to his master and told him what the girl from Israel had said. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря. By all means go, the king of Aram replied. Так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи. I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him ten talents of silver, six thousand shekels of gold, and ten sets of clothing. И я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой десять талантов серебра, и шесть тысяч стиклей золота, и десять перемен одежд. The letter that he took to the king of Israel read. With this letter I am sending you my servant Naaman to you, so that you may cure him of his leprosy. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом Сим, Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Итак, этот царь был... He was the king of Syria. Царь Арам был царем в Сирии. And his name was Ben-Hadad II. И его имя было Ben-Hadad II. He lived about 850 years before Christ was born. Он жил приблизительно за 850 лет до Рождества Христова. The man that Naaman went to see, the Israeli king, was Jehoram. А царь в Израиле в этот момент был Иорам. King Jehoram ruled over the northern kingdom, whose capital was Samaria. Царь Иорам правил северным израильским царством со столицей в Самарии. Do you remember, was Jehoram a good king or a bad king? Вы помните, Иорам был хороший царь или был плохой царь? He was a bad king. Он был плохим царем. He was the son of king Ahab and queen Jezebel. Он был сыном царя Ахава и жены его Изавели. Now, king Jehoram probably didn't like king Ben-Hadad very much. И самое интересное, что царь Иорам совсем не любил царя Ben-Hadad. Ben-Hadad won the battle where his father was killed. И царь Ben-Hadad, он победил в той битве, где как раз-таки был убит отец царя Иорама. The Bible does not say whether Naaman participated in this battle. Библия, конечно, не говорит, участвовал ли Нейман в этой битве. But we know that Naaman was the king's top general. Но мы знаем, что Нейман был одним из верховнейших генералов у Ben-Hadad. He probably had been decorated with the hero of Syria award many times. Наверняка он был награжден героем Сирии неоднократно уже к этому моменту. There was a simmering conflict that continued between the northern kingdom and Syria. И был тлеющий конфликт постоянным между северным царством Израильским и Сирией. Naaman oversaw Syrian soldiers carry out raids on Israeli soil. И Нейман как раз-таки надзирал за теми солдатами, которые совершали набеги на израильскую землю. И в один из таких набегов маленькая эта девочка-служанка, которая позасвидетельствовала о Боге, была взята в плен. Итак, как вы думаете, царь Иорам был рад видеть этого верховного командующего Сирии у себя во дворце? Конечно же нет. И более того, у этого Неймана была, кажется, неисполнимая просьба. Давайте вернемся к 4-й царств 5-й главе. С 7-го текста. Царь Израильский, прочитав письмо, разотрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умершлять и оживлять? Что Он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот, теперь знайте и смотрите, что Он ищет предлога враждовать против меня». Когда Елисей, человек Божий, слышал, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего Ты разодрал одежды свои? Пусть Он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Итак, первый шаг в том, чтобы обрести чистое сердце, это попросить Бога об этом. Один из самых первых уроков, которые я усвоил в детстве, что это невежливо просить подарки. Если я хотел новую машину, или Легов, или книжку, я обычно должен был заработать себе, чтобы купить это. Если в детстве мне хотелось новую игрушечную машину, Легов или книжку какую-то, я обычно должен был сам заработать для того, чтобы купить это. Или я должен был ждать Рождества, или Дня рождения своего, или ждать, пока родители были настолько щедрыми, чтобы в хорошем настроении, чтобы подарить мне это. Многие из нас были научены, что это неправильно просить, чтобы что-то вам дали в подарок за бесплатно. И мне интересно, не работа ли это дьявола? Если мы верим, что это неправильно просить подарки у тех людей, которые мы видим, то как же мы можем просить подарки у Бога, которого мы не видим? Апостол Павел в 1 Коринфянам 14 главе говорит, ревнуйте о дарах духовных. И в этой же главе он говорит, старайтесь обогадиться дарами к назиданию церкви. Бог хочет, чтобы мы его спрашивали. И Нейман пошел к Елисею, человеку Божьему, чтобы попросить очиститься. Итак, давайте заметьте, какие дары были с ним. В пятом тексте мы читаем, что у него было 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота. Это приблизительно 340 килограмм серебра и 70 килограмм золота. Это чудовищно много денег. И для того, чтобы просто показать, сколько это стоило в те дни, вы можете посмотреть в 3 книге Царств 16 глава, 24 текст. Здесь есть история царя Омри. Он был отцом Ахава и дедом Иорама. Он купил тот холм, на котором потом был построен город Самария. Для того, чтобы купить этот холм, он заплатил всего 2 таланта серебра. И здесь мы читаем, что Ниван принес с собой 10 талантов серебра и еще золота. И эти громадные дары, которые он принес с собой, свидетельствовали о его личном большом богатстве. Но они также свидетельствовали о той громадной личной нужде, которая у него была. Нейман прошел весь этот большой путь до Самарии для того, чтобы получить исцеление. Он не сидел дома и не ждал, пока Елисей сам придет к нему. Он проделал весь этот путь, и этот путь не был легок. Будучи генералом в Сирийской армии, он наверняка жил где-то рядом со столицей Сирии, Дамаском. И расстояние между Дамаском и Самарией приблизительно 170 километров. И это не было настолько просто, как сейчас прыгнуть в машину или в самолет и доехать до туда. Он должен был ехать на осле. И он должен был нести с собой все это серебро и золото. И это означает, что он имел с собой очень много слуг и солдат. И поэтому, чтобы обрести чистое сердце, мы должны также, как и Нейман, попросить Бога об очищении. Если необходимо, то мы должны быть готовы приложить усилия для того, чтобы обрести Его. Иисус Христос вдохновляет и пощает нас просить о тех вещах у Бога, которые прославят Его. И одно из тех вещей является чистое сердце, которое прославляет Бога. В Матфея 7.7 Иисус говорит, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Но просить у Бога – это всего лишь на всего первый шаг в обретении чистого сердца. Давайте посмотрим, что Нейман сделал затем. Опять посмотрим это в 4 книге Царств 5. Начнем с 9 текста. И прибыл Нейман на конях своих и на колесницах своих, и остановился у входа в дом Елисеев. Елисеев sent a messenger to say to him, «Го, wash yourself seven times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed». И высыла к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордании, и обновиться тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». «Арнат, Абана, и Фарфар, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed?» So he turned and went off in a rage. «Разве Абана и Фарфар реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился, и удалился в гневе. Нейман's servants went to him and said, «Мой отец, если Бог сказал, что 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 Бог сказал, «И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе, пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только, омойся и будешь чист». The second step toward receiving a pure heart is to humble ourselves before God. Итак, следующий второй шаг в обретении чистого сердца это смириться перед Богом. Представьте себе этого Неймана, едущего на коне к дому Елисея с солдатами, слугами, которые везут все это серебро и золото. Я бьюсь в заклад, что это Кавалькальдо представляло собой достаточно серьезное зрелище. Я представляю себе Наполеона, допустим, который едет, въезжает в Москву, чтобы исцелиться, допустим, приблизительно в то время, когда он пытался завоевать Россию. Какова реакция была бы у царя, когда Наполеон подошел к Кремлю? Какова была бы реакция у людей на улицах? И если бы Наполеон не обрел бы исцеление у Кремля, то он бы развернулся и всем своим кортежем бы отправился бы к офису дивизиона на Щелковскую. Представьте себе президента дивизиона нашего, которого даже сам не выходит, а посылает кого-то из своих людей и говорит, пойди и окунись семь раз в Москве реке. Наполеон наверняка был бы взбешен. И, конечно же, Нейман был взбешен. Он ожидал, что пророк Елисей выйдет к нему, возложит руку свою и исцелит его от проказа. Но Елисей даже не вышел. Может быть, Нейман не вышел, потому что Елисей не вышел, потому что Нейман по еврейским законам был нечист. Но я думаю, что Елисей не вышел, потому что Бог хотел научить Неймана смирению. Нейману не понравилась эта идея идти и окунаться в грязные воды реки Ордана. Он немедленно указал на это, то, что две эти реки в Сирии были намного чище и лучше. Но те рощи, которые окружали эти две реки в Сирии, они были посвящены все языческим богам. И Сириане служили языческим богам в тех рощах. И для Неймана не было бы ничего смущающего в том, чтобы войти в эти воды. Я воображаю себе, что наверняка уже гордость Неймана была уязвлена, что он должен был вообще в Израиль прийти. Вы можете себе представить себе тот диалог между Ним, язычником и израильским царем? Итак, почему же ты решил сюда прийти, а не в какое-либо другое место для того, чтобы обрести исцеление? Ну, понимаешь ли, у меня дома есть маленькая девочка-рабыня. Я, знаешь ли, когда ты ее похитил из Израиля? И ты знаешь, она мне сказала, чтобы я пришел сюда. Неправда, очень такой смущающий разговор. Мы готовы всегда делать то, что Господь говорит нам делать? Это настолько легче быть гордым, особенно тогда, когда то, что нам говорят сделать, звучит неразумным. Но гордое сердце является мерзостью для Бога. Соломон пишет об этом в книге Притча, 16 глава, 5 текст. И в книге Притча, 16 глава, 18, Соломон еще добавляет. Погибели предшествуют гордость, и падению надменность. И Бог говорит нечто противоположное об этом в Исайе, 66 главе. В Исайе, 66 главе, втором тексте мы читаем. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего предслово Моим. Вы знаете ли, что смирение на самом деле излечивает нашу любовь к мирским вещам? В книге, в послании Иакова, в 4 главе, 7 по 10 тексте написано об этом. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизитесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Мы увидели с вами, что Нейману нужно было обратиться за помощью. И ему нужно было смирить свою гордость для того, чтобы получить исцеление от проказа. Но он все равно еще имел, продолжал иметь эту проказу. Что еще должен был Нейман сделать? Давайте с вами откроем 4 царств, 5 глава, 14 текст. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он, и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал, Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он, жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение жертвы другим богам, кроме Господа. И третий шаг в обретении чистого сердца, это повиновение Господу. Мы не можем с вами продолжать говорить о чистом сердце, не упомянув единственного человека в Библии, который описывается как человек, у которого сердце было как у Бога. Кто это был? Давид. Почему Бог сам сказал в Библии, что Давид был по сердцу ему? Мы находим этот ответ в книге Деяния апостолов, 13 глава, 22 текст. И Давид, о котором и сказал свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все желания мои. Давид повиновался по велениям Божьим. Конечно же, Давид был далек от совершенства. Но как он каждый раз реагировал, когда Бог обличал его? Он падал в смирении, ниц на лицо. Он смирял себя и ракаялся. И вновь повиновался Богу. Вы помните молитву Давида, записанную в книге Псалмы, Псалме 50-50? Сердце чистое сотвори во мне Божий, и дух правый обнови внутри меня. Нейман повиновался Богу и был исцелен от своей проказы. Очень интересно обратить внимание на то, что Бог сказал ему омыться в воде. Мы купаемся тогда, когда мы грязные. И мы же используем воду, чтобы мыть нашу одежду. Иногда в стиральной машине. Но вода также имеет особое значение в Священном Писании. Израильтяне должны были всегда омываться ритуально омовение, совершать церемониальное, для того, чтобы очистить себя пред Господом. А сегодня мы с вами совершаем какие-то омовения, для того, чтобы очистить себя пред Господом? Конечно же, мы совершаем крещение. Нейман, в некотором смысле, был крещен, когда он окунул себя в реке Иордан. Но мы это знаем, потому что он, после того, как погрузил себя в воду, вышел не только очищенным от проказа, но также и новым человеком в Боге. И потом он сказал Елисею, теперь я знаю, что нет иного Бога, кроме Бога Израилева. И также он сказал, что раб твой больше никогда не будет приносить жертвы другим богам, кроме Бога Израилева. Что вода символизирует в Библии? Вы помните, что Иисус сказал женщине-самарянке у колодца? Он сказал ей, что всякий, кто будет пить эту воду, вас жаждет вновь, а кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. Эта вода, которую он говорит, это сам Бог, это Дух Святой, это Слово Божие. В Ефизии 5, 25, мы можем читать о том, как Иисус purifies his church by washing her in his word. И мы с вами читаем в Ефизианам, 5 глава, 25 тексте, мы читаем о том, как Бог омывает церковь свою. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Можем ли мы очистить свои сердца, если мы погрузим их в Слово Божие? Вам лучше бы поверить в это. Помните, я вам в самом начале проповеди говорил о моем журнале молитвенном? И я также решил пройти через все эти три шага, которые мы с вами увидели в истории Неймана. Но я не знал, что я на самом деле уже проходил через эти три шага. Первый шаг был легок, потому что я просил Бога о том, чтобы Он изменил мое сердце. Но второй шаг по изменению моего сердца был намного сложнее. Начать сам вести этот молитвенный журнал уже было для меня нечто смиряющим, потому что этим сам я признавал, что я нуждаюсь в Боге. Но третий шаг был повиноваться Богу. Каким образом мы можем узнать, повинуемся мы Богу или нет? Как Бог говорит с нами? Он говорит с нами посредством Своего Слова Библии. И поэтому я себя погружал постоянно в это Слово, не осознавая, что оно уже изменяло мое сердце. Я приведу вам пример. Приблизительно два года тому назад я начал читать Библию каждое утро. Я не знал, с какого места мне начать в Библии, поэтому я начал с самого начала. И когда я дошел до шестой главы книги Бытия, я был потрясен. Я был потрясен, что одна из причин, почему Бог уничтожил допотопный мир, было насилие. Уже на протяжении нескольких лет до этого одно из моих хобби было это собирать интересное кино на DVD. И я на тот момент владел сотнями-сотнями DVD-дисковых. И вдруг, когда я прочитал в шестой главе Бытия о причине, почему Бог уничтожил допотопный мир, я подумал, а как Бог смотрит на меня, когда я смотрю все эти кино, наполненные насилием? Может быть, мне стоит прекратить смотреть все эти боевики. Итак, я сел перед своей коллекцией дивизии и начал выбирать все боевики из них. Потом, когда я выбрал все боевики, я начал думать о других фильмах, которые, может быть, тоже не нравятся Богу. И поэтому, когда я закончил эту сортировку, оказалось, что у меня остается только 10% в моей коллекции. И это были в основном какие-то телевизионные шоу. Но это еще не конец. Через несколько недель даже эти телевизионные шоу начали беспокоить меня. Оказывалось, что люди, участвующие в шоу, регулярно употребляли имя Божье всую. И мне это тоже не понравилось, и я перестал смотреть эти шоу так же. И я не задумывался никогда об этих изменениях, которые происходили во мне до недавнего времени. Мой друг захотел, чтобы мы посмотрели голливудский фильм, один из тех, которых я больше всего любил. Я согласился. Но знаете ли что? Это было самое неловкое состояние, в которое я когда-либо попадал. Я не находил в этом фильме ничего больше развлекающего. Бог что-то сделал с моим сердцем такого, что я даже не знал этого. Дух Святой работает тихим, таинственным образом. Но на самом деле изменяет сердца тех, кто рождены от воды и духа. Вы помните, что Иисус сказал Никодиму в Иоанна 3 главе? Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Это один маленький, коротенький пример из моей жизни. И Богу еще предстоит сделать громадную работу для того, чтобы мое сердце стало чистым. Но я знаю, что Он совершит это с моим сердцем, изменит мое сердце и ваше. И история с Нейманом дает нам этот мощный пример. И сам Иисус упоминает Неймана как ту модель, которую мы должны удерживать в нашем сознании и следовать которой. Однажды Иисус проповедовал в синагоге в своем родном городе в Назарете. И Он сказал, что во времена пророка Елисея в Израиле было много прокаженных, и никто ни из них не был исцелен, кроме Неймана, сириянина. Этот языческий полководец имел больше веры, чем израильтяне. Вы готовы принять чистое сердце? И если вы еще не просили Бога о том, чтобы изменить ваше сердце, то сегодня у вас есть этот шанс. И если вы продолжаете бороться со своей гордостью, то сегодня у вас есть возможность попросить об этом Бога. И смириться перед Ним. И если вы все равно еще держитесь за любовь к этому миру, сегодня есть эта возможность сказать Богу, Боже, с сегодняшнего дня я погружаю себя в Твое Слово и повинуюсь Твоим заповедям, потому что я хочу иметь чистое сердце. Бог обещает дать нам чистое сердце, и также помочь нам повиноваться Ему. В Иезекииле 36, глава 25, текст мы читаем. Бог говорит, И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вам. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Давайте погрузим себя в Слово Божие на этой неделе. Давайте будем бороться, чтобы обрести чистое сердце. Давайте помолимся, встанем.